В Москве есть человек, который знает очень много, очень-очень много, Евгений Алексеевич со мной согласится, о том, что происходит в высоких кремлевских кабинетах. Благодаря своим связям многолетним, благодаря тому, что много лет он наверху, в этой пучине находится, это Алексей Алексеевич Венедиктов, руководитель радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня в 12 часов дня по Киеву Олеся Бацман записала с ним эксклюзивное интервью. Алексей Алексеевич, наш друг, с удовольствием бы включился вечером, но у него своя программа. Как раз по четвергам, как раз по вечерам. По четвергам. И Алексей Алексеевич говорит, ну давайте сделаем днем, я все расскажу. Он сам с собой будет конкурировать. Внимание на экран, посмотрим, что рассказал Алексей Венедиктов о кремлевских тайнах. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Я рада вас видеть, рада приветствовать. Скажите, пожалуйста, сразу к делу. Вчера широкомасштабного вторжения в Украину не случилось. Почему Путин передумал? Кто заставил его передумать? Говорят о том, что был звонок Байдена в воскресенье, который заставил это сделать. Или это не так? Ну, во-первых, еще ничего не закончилось. Подождите. Мы находимся в самой середине процесса. Разные спецслужбы разных стран уверяют, что мы не отводим войска, а наоборот добавляем 7 тысяч. И американцы добавляют 5 тысяч. Поэтому представление о том, что ничего не случилось или ничего не случится, это ложные представления. Надо понимать самое главное, что Украина в этой истории это объект, а не субъект. Никакой Украины для Путина нет нынешней. Поэтому он не разговаривает с Зеленским. И сегодня опять Песков говорит, не о чем разговаривать. Он разговаривает с Байденом. Вы территория. Вы не государство для него, для Кремля. Вы территория, на котором мы столкнулись с американцами, с НАТО. Не с Киевом, а с Вашингтоном. Не с Харьковым, а с Брюсселем. Поэтому война это инструмент для решения наших проблем с американцами. Можем вынуть его из ящичка, а можем не вынимать. Поэтому все продолжается, не надо успокаиваться. Хорошо. А что теперь, по Вашей информации, Путин собирается делать дальше в отношении Украины? Я Вам могу сказать, что не только ни я не знаю. Я уверен, что Лавров и Шойгу не знают. Говорят, что госсекретарь США Блинкин, по моей информации, когда он вернулся после встречи с Лавровым, сказал, что Путин создал многовариантную историю. То есть много хвостов. Но еще не выбрал какой. Это все движение. Все зависит от наших договоренностей с Америкой. И с НАТО. Еще раз повторю, военные действия в Украине, в Донбассе, которая часть Украины, это инструмент для разговора с НАТО. Не надо представлять, что для Путина Украина пуп земли и самоцель. Нет. Вот как пойдут переговоры, оттого и будет принимать решение. Можем так, а можем сяк. Можем отвезти, а потом вернуть. Можем, как кто-то сказал, под другим флагом, кто-то сказал, войти. Не помню, кто из украинских политиков. Ну, там, помочь, оказать гуманитарную и иную помощь сепаратистам в самопровозглашенных ДНР, ЛНР. А можем не оказывать. Это вопрос наших переговоров с Америкой и с НАТО, но никак не с Киевом. Хорошо, но Путин уже был нерукопожатным. После того, как он отобрал у Украины Крым, после того, как он развязал войну на Донбассе, пошли санкции, его исключили из всяких организаций. И тут вдруг, вот мы видим, на девятый год войны начинается нечто, когда Путин возвращается снова с полной силой везде. Более того, он начинает диктовать свои условия. Причем, да, не Украине, а Западу, который его в несколько раз сильнее и финансово, и в военном смысле, и который, кажется, сидит и трясется. А что вообще происходит? Каким образом? Кто вообще позволил вот так развиваться этой ситуацией? Почему сейчас все обсуждают, что в голове у одного человека? Ну, вы умница. Вы просто сказали, что есть на самом деле такое впечатление, что мы с вами постоянно сталкиваемся в коридорах Кремля. Вы так точно все знаете. Да нет, конечно. Во-первых, он не был рукопожатным. Да, были санкции. Но все переговоры с и Трампом, и с Обамой, кстати, и с Трампом, и с Байденом, и с Меркель, и с Макроном, они все продолжались. Но я еще раз повторю, это инструмент. Эскалация – это инструмент. Мы начинаем эскалировать. К нам все флаги в гости к нам. Никто не хочет войны в центре Европы. Это же инструментарий. Да, давайте шуганем. Мы шуганули, и все приехали. Потому что европейцы и американцы, им не нужна война. Они не про Украину. Байден – президент Америки, а не Украины. Макрон – президент Франции, а не Украины. Они думают про свои народы. Им нужна безопасность. Тишь да гладь здесь. Чтобы не отвлекаться на эти дела. Поэтому они приехали к Путину. А Путин хочет вернуться в Клуб Великих. Вы абсолютно верно сказали. Там не G8, не G8, потому что это уже для него устаревшее. Он же все время говорит, давайте соберемся в Питером. Постоянные члены сайта безопасности. И вот уже Макрон говорит, да-да-да, надо выбрать дату Веста. Вот он возвращается в Клуб Великих. Это его цель есть. Повторяю, не с Киевом, а с Вашингтоном. Ну и с Нью-Йорком, если слово без. Вот если вы поймете и посмотрите на этот угол, с этого угла, с путинского угла, вы поймете, что он поступает крайне рационально. Да, он рискует, но крайне рационально. И пока результат вот такой. Но если говорить о крайне рациональных, о логике, то тогда по логике он не должен развязать широкомасштабную войну с Украиной. Потому что если он сюда пойдет, и я тут цитирую вас, что он здесь завязнет, это может разрушить Россию. Так ли это? Ну, смотрите, это риски, конечно, это риски. Но я думаю, что для него это вариант крайний-крайний, совсем крайний. Его дело шугануть и получить от этого профит. Я всегда говорю, ему это не нравится, я знаю, что Путин из партии не вояк, а из партии торгашей. Да? Ему нужно что-то разменять на что-то. Вот отмен эскалации, а что я с этого буду иметь? Да? Мы соберемся пятеркой? Ну, давайте так. Мы подпишем соглашение о непоставке в Украине оружия, как в свое время с другими. Давайте поговорим. Мы подпишем соглашение какое-нибудь о том, что мы ракеты в Европе не ставим. Давайте поговорим. Ну, вот доход, вот профит. И эскалация, еще раз, это инструмент. И самое главное, самое страшное, что я вам скажу, и война на территории Украины, это инструмент. Для разговора с великими. Инструмент. Это обидно, я знаю. Я не разделяю эту точку зрения своего президента, но президент, в данном случае моей страны, ведет такую политику. И для него это война. Инструмент. То есть войны широкомасштабные вы до сих пор не исключаете? Ну, я ставлю очень мало на широкомасштабные. Я думаю, что бои, столкновения, назовем это так, и какие-то операции, прежде всего, на территории самопровозглашенных ДНР, ЛНР, они возможны. Но они и сейчас идут, на самом деле. Они и сейчас идут. Гораздо страшнее провокации, потому что надо понимать, что отряды ДНР, ЛНР, эти 30-35 тысяч человек, они так не 100% контролируются нашим генштабом. У них свои интересы. У них интересы сохранения серой зоны. Это же бизнес. Поэтому провокации могут быть и с другой, с вашей стороны могут быть провокации. Поэтому это очень опасная история. И эскалация может быть вызвана, ну, вот как сбить ММХ-17, извините. Уверен, что никто не хотел сбивать пассажирский самолет. Уверен, что ждали другие. И здесь может быть то же самое. И здесь может быть своя ММХ-17. Надо это просто понимать. Алексей Алексеевич, скажите, на ваш взгляд, Запад будет давить на Украину, чтобы она выполняла Минские соглашения в трактовке России? Не-не-не-не-не. Она будет давить на Украину, чтобы Украина выполняла Минские соглашения в трактовке Запада. История в том, что как раз Минские соглашения можно трактовать по-разному. И мы видим, как сталкивается уже именно трактовка, не отказ от минских соглашений, но кроме вашего Данилова, по-моему, никто из верхушки не говорил о том, что надо выходить из минских соглашений, наоборот, президент Зеленский всячески подчеркивает, что Минск это основа. В этой связи очень важно понять, что трактовка минских соглашений выходит на первый план. И поэтому Путин, Песков говорят о том, что признание ДНР, ЛНР, хотя наша Государственная Дума единогласным образом за это проголосовала и президенту направила предложение, они не будут признавать сейчас ДНР, ЛНР, потому что это денонсация минских соглашений, одобренных Советом Безопасности. Тогда Путин выходит вообще из международной легитимной истории. А сейчас он опирается на решение Совета Безопасности. А зачем тогда Дума это сделала? Что это было? Мы же понимаем, что Дума ничего не делает без Путина. А это очень просто. Вот он говорит Байдену или Макрону или вам, говорит, посмотрите, какие за мной орангутанги пещерные. Я единственный европеец. Вот у тебя, Байден, такие же республиканцы, которые требуют немедленно вести санкции против России. Но ты же приличный человек, и я приличный человек. Мы же не идем на крайности. Мы не выходим из минских соглашений. Но если вдруг, ну тогда вот они от меня требуют. Но это же глаз народа. Ну как через избирателей. То есть он на самом деле, это манипуляция, игра. И это тоже инструмент. Это все ящичек с инструментами, из которых он вынимает то эскалацию, то решение Государственной Думы. Потому что цель в другом. Еще раз. Цель договариваться с великими. Справа председатель СИС, слева президент Байден, в середине НАТО и Евросоюз. А Украина это где? Алексей Алексеевич, ну понятно то, что считает Путин об Украине. Но Украина, в общем-то, слава богу, уже много лет считает о Путине то же самое. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы он побыстрее исчез с политической карты. И у соседа у нашего был другой президент. Но вот скажите, пожалуйста, а каковы реальные шансы того, что у Путина появится преемник и внутри страны будут какие-то события, которые приведут наконец-то к смене власти? Или сейчас это маловероятно? Ну, смотрите, конечно, все может случиться. Физиология у всех. Как сказал канцлер Шольц, мы не думаем о принятии Украины в НАТО, потому что вы не будете уже президентом. Наверное, хотя и долго. Я не буду канцлером. Или Ишак, или Падишак сдохнет. Да-да-да-да, шуточки такие. Но смотрите, на сегодняшний день, если смотреть все рейтинги доверия Путину, вот все рейтинги доверия Путину, у лояльных социологических служб, у Левады, которые нелояльны и признаны иноагентом, у него рейтинг доверия 60. Вот 60. И следующий, если мне не изменяет память, 17. Не помню, Зюганов, Низюганов, не помню. Уже не важно. Значит, надо понимать, что его политика, сопровождаемая его пропагандой, эффективна для российских граждан. Он человек, пусть это не будет обидно, который, как считает большинство россиян, вернула Крым в Россию. И он восстанавливает величие России. Там впереди Беларусь, Донбасс, возможно, Северный Казахстан. Так думает обыватель. Это не Путин так думает. Алексей Алексеевич, мне кажется. Мне кажется, что когда пошли платежки за Крым, большинство обывателей российских уже начало задуматься, что о том все-таки, что Крым-то это ворованное, что нужно отдать его хозяину Украине на место. Я не сталкиваюсь с такими опросами. Ну, насчет задумываться, мы тут в России тугодумы. У нас быстро ничего не происходит. К сожалению. Ну, тем не менее, это так. Мы по фактам же, да, сожалеть можно о чем угодно, что дождь идет, что снег идет. Смотрите, да, дело же не только в Крыму. Дело в том, что Путин для большинства на сегодняшний день российских граждан по-прежнему человек, который восстанавливает, как бы это сказать, уважение к России, как они считают, потерянные в 90-е годы. И за это ему спасибо, за это ему благодарность считает большинство российских граждан. Все остальное инструментарие. За инструменты спасибо не бывает. Поэтому, когда вы говорите о преемнике, ну, моя точка зрения пока не изменилась. Я пока думаю, что в 2024 году Путин воспроизведется как президент. Если в этом ваш вопрос, на мой взгляд, наблюдателя на сегодняшний день, он не готовит преемника. Хотя наверняка людишек-то он перебирает, как писал Салтыков-Щедрин. Но он понимает, и это я могу сказать точно, это мое собственное знание, наблюдение, общение, что у него есть миссия. Его миссия восстановления величия России в таком имперском смысле, а с точки зрения населения уважение к России. Она еще не закончена. Она еще не выполнена. Так кто ж кроме меня? Ну, вот я сегодня считаю так. Может, что-то произойдет через год, я буду считать иначе. Но сегодня я это вижу. Поэтому здесь особых надежд для вас нет. Алексей Алексеевич, ну, мы не надеемся, мы только всегда надеемся на себя. Мы это давно знаем. Два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, но российский народ широкомасштабное вторжение в Украину, то есть такую большую войну с Украиной, когда пойдут череды гробов российским матерям, поддерживает или все-таки нет? Я думаю, ни один народ, включая российский, широкомасштабную войну, тем более в Европе, не поддержит. Но это... Что такое поддержит? Мы что, референдум будем проводить по войне? Вы думаете, российский народ поддерживает наши действия в Сирии? Сомневаюсь я, однако. Но кто спрашивает? Это где-то далеко. Это как-то неинтересно. В принципе, война с Украиной, это, ну, еще там, я не знаю, 4 года назад это было невозможно. Impossible, что называется, да? Поэтому я думаю, что вот в вашем вопросе не поддержит. Но эта неподдержка никак не скажется на политическом будущем президента Путина и его команде.